Шестая серия Москва-Тюмень. В этой серии я немножко решил подкорректировать цветовую гамму, чтобы немножко подсветлить, осветлить немножко. Хотелось бы услышать вашу оценку этой функции. Стоит ли дальше в следующих сериях, при движении, например, в сумрачное или темное время, проводить такую корректировку. Подъезжаем к Казани. Но осталось совсем немного времени. Трасса М7. Впереди Куйбышевское водохранилище. Его, к сожалению, не видно ни в темное, ни в светлое время. Но буду говорить, где что проезжаем, чтобы немного сориентировались, представляли, где едем. Так, что у нас 58 до места. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девяносто. Все ближе и ближе к Куйбышевскому водохранилище. Примерно через минуту просмотра уже будем пересекать по мосту, надеюсь видно будет. Вот я опять к вопросу о корректировке, нужно или нет в темное время суток подсвечивать, может быть добавлять яркость или баланс белого или все оставить так как есть в реале. Осторожно дети, ограничение девяносто. Парная камера, контроль средней скорости, 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 ограничение девяносто. разместил без световой корректировки, затем эту же серию, пятую, подкорректировал функциями улучшения видео видеоредактором. Наверное для сравнения размещу ее. Хотелось бы услышать ваше мнение о том, стоит ли этим заниматься или нет. Все ближе черта города. Поворот на Залесную улицу. Впереди камера. Ограничение 90. Впереди город. Ограничение 60. Далее оставил движение по городу без ускорения. С оригинальным аудио не прозевать в этот момент. Следующая серия начнется движение показаний с места ночевки в светлое время. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 60. Посмотрите на город в светлое время. Залесная улица переходит в Горьковское шоссе. Постепенно. Постепенно. Играет музыка. Далее смотрите и слушайте оригинальное аудио и смотрите видео без ускорения. Казань встречает. Играет музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 60. Ограничение 40. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 60. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 60. Субтитры сделал DimaTorzok Ночная Казань. Сейчас посмотрим, как там в центре. Надеюсь, что подсвечивается все, чтобы видно было. Справа экопарк. Какое-то озеро Харовое. Ограничение 40. МЧС России. Через 300 метров. Впереди чертовое колесо. Ну, что-то оно, видимо, не работает. Не подсвечивается. Ничего. Слева Акбар Спанк. Впереди мобильный пост ТПС. Контроль скорости. Ограничение 40. Ну, вон, я так понимаю, впереди Кремль. Впереди слева. Да, подсвечивается. Сейчас немножко погуляем там. Прямо голубой снизу, красный сверху. Это цирк. Попробуйте. Впереди. Топ-9. Попробуйте. Попробуйте. Продолжение следует... 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 Положение определено. Башня Сююмбике. Эта башня является сестрой падающей Пизанской башни. Вокруг нее ходит много легенд. Одна из них гласит, что башня была построена в честь Сафагирея, мужа царицы Сююмбике. Но есть и другая легенда, в которой говорится, что башню построил по приказу Ивана Грозного после взятия Казани. Он предложил царице выйти за него замуж, а она выбросилась из башни. Действительно видно, что башня немножко наклонена. Справа дворец, я так понимаю, президента республики Татарстан. По поверью человек должен прислониться к башне, чтобы повезло в любви или дотронуться лбом стен башни, чтобы загадать три любых желания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Мой этот памятник 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 Продолжение следует... 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 Что это у нас? Так, ну что, будем потихоньку спускаться, отсюда я, наверное, не пройду. Да, поэтому назад. Вот. Спасибо. Ну, вот так вот это место. Не знаю, видно отсюда что-нибудь будет. То, что мы только что сверху наблюдали. Что-нибудь написано, ничего не написано. Спасибо. А вот мы ходим здесь, это не поздно здесь ходить? Да нет, не поздно. Вообще до 6 утра работает. О, здорово. Да? Круто. А там что такое вот? Это как бы старинная стена? Ну, вот это да, это стена Кремля. Я уже как местный подсказываю туристам. До скольки работает. Сам-то здесь 20 минут нахожусь. Ну ладно, полчаса. Ну ладно, полчаса. Так, выхожу откуда пришел. Сейчас на паркинг, до машины и магазин лента. Вот так. Так там уже нет. Продолжение следует... 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 Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 60. Инвест Татарстан. Продолжение следует... Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 60. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 70. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 60. Парная камера. Контроль средней скорости. Развернитесь. Через 100 метров съезд. Впереди опасный перекресток. Ограничение 60. Ограничение 40. Ограничение 40. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok Ограничение 40 Осторожно, дети. Ограничение 40 Субтитры сделал DimaTorzok Магазин лента Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 40 Осторожно, дети. Ограничение 40 Субтитры сделал DimaTorzok Впереди мобильный пост DPS контроль скорости. Ограничение 60 Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 40 Субтитры сделал DimaTorzok Через 50 метров. Через 50 метров. Развернитесь. Развернитесь. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok